Бюджет Бюджет — это очень важный документ, наверное, главный документ, который принимают депутаты законодательного собрания, который потом подписывает губернатор, который становится главным законом Владимирской области. Фактически это план действий администрации области, администрации органов местного самоуправления на ближайшие три года, фактически подкрепленный строками бюджета. То есть, предположим, мы знаем, что в бюджете предусмотрены денежные средства на образование определенное количество, на здравоохранение определенное количество, на развитие культуры, спорта и по другим направлениям. И фактически без бюджета область жить не может. То есть, на сегодняшний день бюджет у нас немного дефицитен, но, как правило, под конец года, за счет того, что у нас промышленность работает достаточно хорошо, этот дефицит бюджета, так скажем, приближается к нулю, да, либо бюджет вообще становится профицитным. Наверное, хотелось бы начать с дорожного строительства, потому что мы, наша фракция, фракция Единая Россия, еще в прошлом году впервые решили сформировать так называемый народный бюджет и обратились к людям, к жителям Владимирской области с предложением проголосовать, за какие направления бюджета, на какие, вернее, направления бюджета наши граждане в первую очередь хотели бы направить денежные средства. Ну и победило дорожное строительство, ремонт дорог. И вот по инициативе фракции Единая Россия на дорожное строительство в прошлом году было направлено порядка миллиарда 600 миллионов рублей. Но, к сожалению, прошлый губернатор был против направления этих денежных средств на дорожный ремонт и строительство именно в городах и районах Владимирской области. Но фракция Единая Россия настояла. К сожалению, также фракции КПРФ и ЛДПР голосовали против. Но, учитывая то, что большинство в законодательном собрании составляет фракции Единая Россия, мы приняли это решение, фактически беспрецедентное решение. Впервые, наверное, в постсоветский период такие денежные средства были выделены на ремонт дорог, на дорожное строительство именно в городах и районах Владимирской области. И я думаю, что наши граждане, телезрители уже смогли убедиться, что дорожное хозяйство постепенно начинает приближаться к нормативному состоянию в городах и районах. Конечно, очень много проблем, особенно в таких городах, как Ковров, Гусь-Хрустальный, в ряде других населенных пунктов Владимирской области много проблем остается. То есть, для того, чтобы отремонтировать все дороги в муниципалитетах, одновременно нужно вложить порядка 30 миллиардов рублей. Ну, во-первых, у нас нет возможности сразу одновременно освоить такие денежные средства, просто строителей таких нет, которые вы могли одновременно эти дороги отремонтировать. Вы говорите по итогам 2021 года. В 2022 году политическая ситуация в регионе изменилась. Как сейчас обстоит дело с дорожным строительством и ремонтом? Да. Инициативу фракции «Единая Россия» прошлогоднюю очень активно поддержал в текущем году уже новый губернатор Александр Александрович Авдеев. И в текущем году уже по его инициативе выделена примерно такая же сумма денежных средств на ремонт дорог, ремонт тротуаров в городах и районах Владимирской области. Причем мы нацеливаем наших глав органов местного самоуправления, чтобы ремонтировались не только дороги, но и тротуары, чтобы людям было комфортно ходить по тротуару. Ну и, конечно, в следующем году и на последующие периоды мы также планируем выделять примерно такие же денежные средства. Дороги не могут везти в никуда. Расскажите, пожалуйста, о тех темпах, объемах строительства, которые сейчас в нашей области в последний год, скажем так, наметились. Ну, нужно сказать, что с каждым годом объемы строительства Владимирской области увеличиваются. И увеличиваются по всем направлениям. Строятся новые предприятия, строятся новые объекты социально-культурной сферы. И, безусловно, строится жилье. Вот если говорить о жилье, то ежегодно объемы жилищного строительства также увеличиваются. Нужно сказать, что в последние годы активизировался рост объемов индивидуального жилищного строительства. И это говорит о том, что у людей появляются деньги на строительство своего жилья. И это очень хорошо на самом деле. Понятно, что не все могут себе позволить вот такое, так скажем, такое строительство. Именно индивидуальное жилищное строительство. Поэтому в настоящее время ведется рост. Идет рост и строительство многоквартирных домов. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию около 800 тысяч квадратных метров жилья. Вообще стоит задача, чтобы у нас хватало жилья в Владимирской области. Нужно вводить не менее миллиона квадратных метров в год. Мы приближаемся фактически к этой цифре уже. В текущем году около 800 миллионов. 800 миллионов будет введено в эксплуатацию. Причем порядка 90% уже введено. И я думаю, что будет перевыполнение этого плана. А что касается переселения? Ведь до сих пор многие граждане живут в старом фонде, в аварийном жилье. Темпы переселения каковы сейчас? Да, нужно сказать, что мы стараемся работать здесь с федеральным бюджетом. Потому что на расселение аварийного жилья денежных средств, естественно, не хватает в областном бюджете. Учитывая то, что руководителем фонда содействия реформирования ЖКХ отделяется Сергей Вадимович Степашин. У нас с ним хорошие отношения. И в текущем году фонд содействия реформирования ЖКХ выделил на Владимирскую область около 3 миллиардов рублей. Что позволит в текущем и следующем году дополнительно расселить порядка 4 тысяч жителей Владимирской области. Мы считаем, что это хорошие-хорошие показатели. Очень внушительные показатели. Валерий Николаевич, тем не менее, есть еще важный вопрос благоустройства. Потому что когда есть хорошая дорога, есть новый дом, людям хочется, чтобы вокруг дома тоже было все благоустроено. Какие сейчас планы, перспективы, темпы, что успели сделать? Ну вот, частично я уже сказал, что кроме ремонта дорог важны, конечно, тротуары еще. Ну и кроме тротуаров, понятно, что важно благоустройство. В текущем году планируется благоустроить порядка 100 объектов в целом по Владимирской области. Это и скверы, это и различные пруды в городах, районах Владимирской области. Это и небольшие территории, придомовые территории, но и многое-многое другое. Мы считаем, что, конечно, очень важно, чтобы наши жители, наши граждане жили в комфортных, благоустроенных условиях. Но вы очень много ездите по области. Я думаю, что и вы, и я видим, как наши города преображаются. Тем не менее, скоро отопительный сезон, не за горами уже. И поэтому хотелось бы узнать, как сейчас мы, насколько готовы к отопительному сезону, но в каком состоянии наши объекты коммунальной инфраструктуры, объекты ЖКХ? Ну, жилищно-коммунальное хозяйство, к сожалению, это проблема, извечная проблема. Она была практически во все времена. Всегда наши люди были недовольны системой ЖКХ. Многие проблемы остались. И эти проблемы усугубились тем, что в 90-е годы фактически система жилищно-коммунального хозяйства не ремонтировалась, от слова, совсем. Она только разрушалась в нашей стране фактически все 90-е годы. Начиная с 2000 года, когда к власти пришел президент Путин Владимир Владимирович, ситуация начала меняться, но меняться медленно. И сейчас ситуации тоже меняются. Учитывая то, что долгое время не реконструировались магистральные теплотрассы, водопроводные трассы, канализационная система, естественно, все это приходит в упадок. И приходится вкладывать сейчас очень большое количество денежных средств для того, чтобы ремонтировать вот эти вот изношенные коммуникации. Но ситуация улучшается, медленно, но улучшается. Нужно сказать, что фактически, если брать тепло, фактически все зимние периоды область проходит без срывов по теплу, без катастрофических срывов по теплу. И это говорит о том, что система жилищно-коммунального хозяйства работает достаточно устойчиво. Понятно, что есть территории в городах, в районах области, где допускается недотоп помещений, и где ежегодно люди страдают от прохладной, холодной температуры в квартирах. Сейчас ведется анализ точечно таких либо помещений, либо населенных пунктов, либо территорий населенных пунктов. И глава поставлена задача либо минимизировать проблемы жителей, либо полностью решить вопрос с этой проблемой. Многие котельные у нас, к сожалению, либо работают на мазуте, либо даже угольные котельные еще сохранены в ряде территорий Владимирской области. И очень серьезная программа по модернизации этих котельных, по замене котельных на газовые котельные. В текущем году планируется 11 новых котельных ввести в эксплуатацию, отремонтировать большое количество теплотрасс, водопроводных трасс, канализационного хозяйства. Решить массу других вопросов в этом направлении. Еще одна важная тема, особенно для жителей сельских территорий, это газификация. Я знаю, что у нас сейчас идет хорошими темпами и большой объем покрытия области. Тем не менее, остались еще отдаленные уголки, в которых газа нет. Расскажите, пожалуйста, как идет программа, какими темпами и какой план на этот год? Нужно сказать, что газификация области активно ускоряется. С каждым годом все больше и больше объектов вводится в эксплуатацию газового хозяйства. Нужно сказать, что только в прошлом году введено в эксплуатацию 6 новых межпоселковых газопроводов. Газифицировано 43 новых населенных пункта Владимирской области, что позволило получать газ 7 тысячам домохозяйств в территории Владимирской области. Стоит задача до 2025 года газифицировать еще 266 населенных пунктов Владимирской области. Здесь очень была важна поддержка губернатора Александра Александровича Авдея в этом вопросе. Он смог договориться с руководителем «Газпрома» Миллером о том, чтобы в ближайшее время, в ближайшие годы, где-то до 2027 года, газифицировать дополнительно еще 101 населенный пункт. Мария Николаевич, переходим к основным параметрам нашего бюджета. Бюджет у нас всегда во Владимирской области был социально направленным. Это значит, что 70% наших средств из этого нашего областного кошелька мы тратим на больницы, на поддержку отдельной категории граждан. Расскажите, пожалуйста, на что эти деньги, если можно разложить детально? Ну, уже сказали, на что эти деньги. Эти деньги на социальную сферу, на самом деле. И каждое направление социальной сферы очень важно. Но я бы выбрал, наверное, направление, в первую очередь, нашего будущего, наших детей и подростков. Нужно сказать, что каждый третий рубль из тех денег, которые направляются на социальную политику, идет на поддержку детей. В первую очередь, это на дошкольное воспитание, на работу средних специальных учебных заведений, средних специальных учебных заведений. Мы прекрасно понимаем, от того, насколько комфортных условий будут заниматься наши дети, естественно, зависит будущее не только нашей страны, но и Владимирской области, да и всех наших граждан, жителей нашего региона в том числе. А если брать вот конкретно, например, школы, да, у нас же много школ, понятно, мы вводим сейчас новые школы, строим новые школы, но тем не менее, ведь старые тоже нельзя бросать, потому что все детки должны получать примерно равный уровень образования. Вот как с ними идет работа? Давайте начнем немножко с детских садов. Я хотел буквально немножко экспресс такой в историю сделать. Мы с вами, ну я думаю, что наши телезрители старших поколений особенно помнят тяжелейшие 90-е годы, когда фактически разрушалась наша страна, наша Россия, и нам тогда некоторые деятели говорили о том, что рождаться-то уже никогда у нас дети-то не будут, да, демографических подъемов больше не будет никогда, страна приходит в упадок, и надо закрывать детские сады, нужно закрывать школы. Представляете, вот, вы считали, совсем молодая, 90-е годы, я уже, так скажем, был в возрасте, и прекрасно помню, как десятками закрывались и садики детские, и школы закрывались в Владимирской области, размещались там коммерческие организации и прочее, прочее. Ну и, слава Богу, пришел к власти Владимир Владимирович Путин в 2000 году, и ситуация начала меняться. Во-первых, началась поддержка, финансовая поддержка семей с детьми, в первую очередь многодетных семей, начала увеличиваться рождаемость, ну и, понятно, вот это вот сокращение, закрытие детских садов, школ 90-х годов сразу сказалось. Начали образовываться очереди в детские сады, причем большие очереди в детские сады. Школы, многие перешли на двух, а некоторые школы, и на трех сменный режим работы. И, ну, пришлось серьезные денежные средства вкладывать, в том числе и в Владимирской области, при помощи федерального бюджета на строительство новых детских дошкольных учреждений. Слава Богу, у нас фактически на сегодняшний день практически эта проблема решена по детским дошкольным учреждениям. Очереди нет, с исключением ряда небольших точечных территорий. Вот, в частности, не хватало детского одного дошкольного учреждения в загородном микро-ровине города Владимира. Сейчас там введен новый замечательный детский сад, проблема решена. Еще один детский сад будет введен в городе Владимире в ближайшее время. Таким образом, фактически полностью проблема детских дошкольных учреждений в Владимирской области на сегодняшний день, можно сказать, решена. Что касается школ, ведется достаточно серьезное активное строительство школ за счет поддержки также федерального бюджета. Вот, в текущем году строится новая школа в городе Коврове. Начинается строительство новой школы по Крове Петушинского района и в населенном пункте Сновицы Суздальского района. Кроме этого, планируется в текущем году начало строительства новых школ в Александрове, в Язниках, в Усть-Крустальном, в Суздале. Ну, еще очень ждут люди во Владимире школы в Веризине. Я, насколько знаю, она тоже в ближайшее время в планах у нас уже стоит. Да, абсолютно право. Владимир Николаевич, тем не менее, вот еще один вопрос, касающийся школ. Владимир Владимирович Путин анонсировал большую программу капремонта школ. Насколько я знаю, что в прошлом году ни одна из наших владимирских школ до программы почему-то не попала. Удалось исправить ситуацию? Ну, во-первых, почему не попала? Я могу сказать, почему не попала. Потому что просто наши органы исполнительной власти в начале прошлого года не смогли сориентироваться и не смогли оформить документацию. Но это было еще при прошлом губернаторе. Не сработала система, которая была в то время, скажем, организована. В текущем году ситуация резко изменилась с приходом Александра Александровича Авдеева. Во-первых, мы нашли денежные средства из областного бюджета. Порядка 12 школ в текущем году должно быть отремонтировано капитально. Мы надеемся, что нам вернет федеральный бюджет эти денежные средства. Ну и на будущее в настоящее время оформлены документы и оформляются документы еще на 112 школ. Фактически это третья часть всех школ Владимирской области, которые у нас вообще работают. Мы планируем до 2026 года отремонтировать все эти 112 школ. Капитально отремонтировать. Таким образом будет полностью решена проблема протекающих крыш, окон, негерметичных дверей и прочего прочего. Ну, тоже коммуникации. То есть понятно, что, естественно, все коммуникации тоже будут заменены. Мы считаем, что это очень важно и мы рады, что наш президент услышал предложение партии «Единая Россия», которое вошло в народную программу партии в прошлом году во время выборов в Государственную Думу. Владимир Иванович, еще один актуальный вопрос сейчас – это спорт и строительство спортивных объектов на территории нашей области. Вот недавно только в Александрове открыли лыжероллерную трассу. Периодически-то тут, тут, там тоже слышим об открытии новых спортобъектов. Вот расскажите подробнее, как эта работа сейчас ведется и почему мы раньше не слышали такого объема ввода именно спортобъектов в регион. Всегда с большим удовольствием говорю про спорт, про физкультуру, про спорт. Сам люблю очень заниматься физкультурой, сам люблю заниматься спортом. Каждый день делаю зарядку, бегаю, стараюсь плавать в естественных водоемах. Конечно, это очень близко мне. Я душу и просто переживаю за ситуацию со спортивными объектами Владимирской области. Нужно сказать, что долгое время фактически объекты спортивные в нашем регионе практически не строились. Начиная с 1990 по 2013 год, это 23 года, было построено всего 5 спортивных объектов крупных. Из них 3 по программе партии «Единая Россия» и 2 частных объекта. Фактически, властной бюджет, можно сказать, что не был задействован в этой серьезнейшей работе. Уже начиная с 2013 по 2022 год, по текущее время, построено уже 22 крупных спортивных объекта. В том числе, два объекта уже в текущем году были введены в эксплуатации. Из них лыжеродная трасса в Александры и конкобежная дорожка, самая современная конкобежная дорожка в Муроме. В ближайшей перспективе в текущем году еще 4 объекта планируется построить. И такими же темпами планируется развивать физкультуру и спорт в целом в Владимирской области. Нужно сказать, что каждым годом все больше и большее количество людей занимается физкультурой и спортом. И очень приятно утром бежать по городу у Владимира и видеть, что большое количество жителей также бегают, занимаются спортом. Раньше бегал буквально 10 лет назад, бежал один. А сейчас вот просто радуется душа, когда видишь и мужчины, и женщины, и девушки, и парни все бегают. Это здорово на самом деле. – Тем не менее, все-таки вернемся опять к теме 90-х. В 90-м году очень многие промышленные предприятия тоже были закрыты, как и детские сады, как и школы. И сейчас мы тоже наблюдаем рост промышленности. Хотелось бы услышать от вас последние тенденции прошлого года и перспективы развития этого направления. Ну, к сожалению, да. Вот, опять же, в 90-е годы, ну, системно, к сожалению, причем, скажем, во многом случае, по указке из-за рубежа разрушались многие крупные промышленные предприятия нашей страны. В целом, можно сказать, к сожалению, была разрушена тракторная отрасль, тракторостроение нашего государства. И наш знаменитый, уникальный тракторный завод, который выпускал тысячи единиц тракторов, к сожалению, закрылся. Многие предприятия другие закрылись. Закрылся автоприбор, закрылся тучмаш. Ну, естественно, в 90-е годы, они, так скажем, это было начало закрытия этих предприятий. Они не могли просто конкурировать на рынке. Создавались условия, чтобы эти предприятия не могли конкурировать на рынке. Финансовые условия создавались для этих предприятий. Заводились искусственно изделия зарубежных фирм, так скажем, которые закупались в том числе и государственными организациями в первую очередь. Поэтому, конечно, наши предприятия не выдерживали конкуренцию и вынуждены были закрываться. Сейчас ситуация резко поменялась. И очень важно, что руководство страны понимает, что индустриализация, новая индустриализация, новое развитие промышленности нашего государства – это важнейшее направление в целом развития страны. Создаются условия достаточно серьезные. Создаются специальные особые экономические зоны, где предусмотрено освобождение от федеральных налогов, от части региональных налогов. Мы также освобождаем наших инвесторов. И это дает, в общем-то, свои результаты, свои плоды. Вы знаете, что в Коврове Ковровский электромоторный завод сейчас начал выпускать тракторы. К сожалению, тракторов нет на тракторном заводе, он практически закрыт. Но, значит, эстафету, можно сказать, наверное, так, перехватил, принял на себя Ковровский электромеханический завод. Тракторы разных видов, и крупные тракторы, и небольшие тракторы. Причем идет достаточно серьезная локализация по комплектующим изделиям. В основном это комплектующие изделия наши, российские. Можно проявить много других примеров. Создается особая экономическая зона «Владимир». Порядка 30 миллиардов рублей планируется инвестиции вложить в эту зону, что позволит нам создать дополнительно 6 тысяч рабочих мест и дополнительно получить налогов порядка 40 миллиардов рублей. Очень важно, что руководство нашей страны, Владимирской области, понимает, что развитие всех сфер экономики – это движение вперед. И мы также с вами прекрасно понимаем, что работают промышленные предприятия, укладчиваются налоги в бюджет всех уровней. Соответственно, эти денежные средства, эти налоги идут на поддержку того, о чем мы уже говорили. На поддержку здравоохранения, образования, культуры, спорта, детей. Фактически на развитие всей социальной сферы. И очень важно, чтобы было строительство именно новых производственных мощностей, потому что создаются новые рабочие места, повышается заработная плата. Мы с вами знаем, что наша заработная плата бюджетников, всех бюджетников привязана на сегодняшний день к средней заработной плате по области, по региону. Поэтому чем выше заработная плата у сотрудников промышленных предприятий, у строительных компаний, соответственно, выше будет заработная плата и у врачей, учителей, педагогов, воспитателей детских дошкольных учреждений и других социальных работников. Традиционно так сложилось, что наша Владимирская область всегда славилась в том числе определенными видами продуктов. Например, судорскими огурцами или картошкой. Скажите, сейчас же тоже наверняка после начала специальной военной операции мы вынуждены сосредоточиться на внутреннем рынке продуктов. И какая здесь роль Владимирской области и наших сельхозтоваропроизводителей? Ну вот, очень правильно вы сказали, что область всегда славилась огурцами, картошкой. Но был момент, был момент. Опять же, возвращаясь вот в эти, так скажем, 90-е годы. Шаром покатил в магазинах. Ничего не было. Сельское хозяйство наше фактически разрушалось вот прямо не по дням, а по часам. Продукты питания в основном импортные завозились. Не знаю, старшее поколение помнит баночки с этими сосисками, которые есть, было невозможно. Я даже не знаю, с чего они из Америки привозили какие-то сосиски. То ли они из бумаги делали, то ли еще с чего-то с ароматизатором. Разные хот-доги и не поймешь чего. Чего там только не было. И все говорили, да не может наша страна ничего пускать. Какое там сельское хозяйство. Америка все поставит. И фактически доля наших сельхозпродуктов в стране, выпуск сельхозпродуктов, снизился до 30-40% всего. Остальное все завозило. Симпорт был. И, ну, слава Богу, опять же, с приходом Владимира Владимировича Путина к власти ситуация резко начала меняться. И она не сейчас начала меняться. Не во время специальной военной операции. Она начала меняться тогда, в 2000-е годы, когда была разработана специальная программа. Во-первых, помните, четыре национальных проекта были, да? Один из четырех национальных проектов – это развитие агропромышленного комплекса. Уже тогда, в начале 2000-х годов, была поставлена задача резко повысить производительность сельского хозяйства и создать новые производственные мощности именно в сельском хозяйстве. И тогда, вот за счет этого национального проекта, а потом за счет одноименной программы развития агропромышленного комплекса, в нашей Владимирской области практически в каждом районе были построены новые современные животноводческие комплексы. Нужно сказать, что в настоящее время Владимирская область фактически полностью обеспечивает себя основными продуктами питания. Нам не нужно ничего завозить. Мы полностью обеспечиваем себя, так же, как и наша страна фактически полностью обеспечивает себя основными продуктами питания. Более того, экспортируется большое количество пшеницы, картофеля и других сельскохозяйственных продуктов. Поэтому можно сказать, что сегодня, даже если все границы резко будут закрыты, наша страна будет спокойно жить и развиваться, питаясь собственными, экологически чистыми, как правило, продуктами питаниями. Я так понимаю, что большая роль в этом и законодатели, потому что периодически принимаются различные пакеты мер поддержки, в том числе сельхозтоваропроизводителей и в части земель, сельхозземель, правильно? Очень важно поддерживать сельхозтоваропроизводители. Сегодня у нас для этого существует несколько специальных компаний. В Владимирской области это агролизинг. Наши предприятия могут с очень небольшой процентной ставкой получать фактически бесплатно технику, а потом в течение 10-15 лет за эту технику расплачиваться с небольшим очень банковским процентом. Ряд других компаний, которые поддерживают сельхозтоваропроизводители, то есть наши сельхозтоваропроизводители получают дополнительно дотации на производство различных видов продукции. Кроме этого, могут получить субсидию на развитие производства. Ну и дешевые кредиты под 2-3% годовых наши сельхозтоваропроизводители тоже получают. Естественно, это все помогает им развиваться. Ну и очень важно введение эксплуатации тех земель сельскохозяйственного назначения, которые опять же в эти 90-е годы были выведены из эксплуатации, скуплены, так скажем, некоторыми земельными баронами, можно сказать, и не эксплуатируются вообще никак. Ну, на сегодняшний день законодательство, к сожалению, пока не очень совершенно. Это федеральное законодательство. Мы вместе с коллегами из Государственной Думы принимаем меры, чтобы федеральное законодательство совершенствовать в этом плане и ускорить введение в эксплуатацию сельхоземель. Конечно, ну что ж, спасибо большое за интересную беседу. Подвели итоги работы за 4 года, обрисовали перспективы на будущее. Надеюсь, что заданные планы будут идти хорошими темпами, и все получится. Спасибо большое, Юлия Александровна, и вам тоже за очень хорошую беседу.